Эхо Москвы, независимая наша радиостанция, у них вырубили портал и у независимых печатных изданий, большой город, столица, The New Times. В общем, чтобы люди не могли иметь информацию о том, как проходят выборы. Более того, очень забавно получилось. Я здесь на конференции, которая проходит, я получила слово рассказать о массовых нарушениях прав избирателей на этих выборах. Я говорила минут 5-7. После этого, буквально через несколько минут после этого, позвонили и говорят, РИА Новости передали, что они взяли интервью Людмилы Алексеевой, она сообщила, что у нее нет сообщений о нарушениях на этих выборах. Это в смысле того, как я только рассказала о том, что ко мне уже много звонков, и люди мне об этом рассказывают. Так самое главное, нарушения какие? Не опускают независимых печатных изданий на участке. Дело, это первое. Второе. Да, независимых подвижателей на участке. Во-вторых. Вырубили горячие линии независимые изданий на участке. Вырубили горячие линии независимые издания на участке. Я спрашиваю, а как они могли вырубить это? Они говорят, а все время расстаются в санкете, и они часто не спутят, и молчат. И лично этим, то есть, говорите о том, что люди не относящиеся к выборам. И эти же руки не привыбли для того, чтобы все люди, которые хотят пожелать на новую студию, не могли саловаться в советских санкете. Вырубили порталы независимых средств массовой информации. Вот портал радио Москвы, портал методичных участников Таймин, 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 Борской город. И другие, и в общем, не нужно учесть так. Даже если квартал независимых, туда собираешься информацию, и откуда берут все, которые заблудеры, и кто хочет, и агентство, и кто хочет. Они сейчас остались только тем, что рассказывают, как Лея новостью, что Алексей выяснил, что Лея не поступила ни одной жалобой на нарушение терапии. Продолжение следует...